Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодняшний день посвящен воспоминанию восстановления, или, проще говоря, ремонта, храма Воскресения Господня в Иерусалиме. И понятно, что в завершении этой работы было приурочено к празднику Воздвижения Креста Господня, того креста, на котором Господь претерпел смерть, разделил с нами, с людьми, свойственные земной жизни страдания, унижения, отверженность и самую смерть. И самое замечательное, самое главное, что вслед за этим последовала победа над смертью, последовало воскресение. Вот это является главным нашей христианской вере. Почему и Пасха, Воскресение Господня, праздник, является главным, центральным. Как говорит апостол Павел, «Если бы Христос не воскресных из мертвых, тщетна вера наша, бессмысленное упование наше». Ибо если мы только в этой жизни наденемся на Христа, то мы самые жалкие из людей, потому что в этой жизни христианство, как правило, проигрывает перед язычством, перед жестокостью, вроде бы уступает, но Господь нам и не обещал триумфальной победы, обещал нам неуничтожимость. Как и вот эти вот слова, которые Господь сказал Петру, что «Осною церковь на твоей вере, на твоем исповедании меня, как сына Божия, и врата ада не одолеют ее». То есть врата ада будут все время стремиться ее уничтожить, и тем не менее она вновь и вновь возрождается. И, собственно говоря, вот судьба того места, на котором мы сейчас стоим, является яркой иллюстрацией к этому. Этот предел был посвящен именно воскресению Славущему. Вот это праздник, который восстановление храма в Иерусалиме, и стал называться «Воскресение Славущий». Не очень понятный для современного русского языка оборот, который в сущности означает праздник, который слывет, то есть называется, именуется, празднуется, переживается, как воскресение Господне. И поэтому именно на кладбищах очень часто и строили храмы в честь вот этого праздника. Мы знаем, что существует храм рядом с нами в Брюсовом переулке в воскресении Славущего, там раньше было кладбище, на Баганковском кладбище храма в воскресении Славущего. И вот этот предел, он, собственно, имел своим предшественником храма в воскресении Славущего неподалеку здесь, вот на Дмитровке. Но среди реконструкции города, там он был снесен, и его перенесли, чтобы не исчезала память историческая, преемственность сохранялась. Он был перенесен в этот храм, была пристроена вот эта вот северная часть основного храма Космидемиана, и именно здесь утвержден престол в честь этого праздника. Праздник радостный и по московской традиции он совершается с утренним по пасхальному чину и литургическим началом тоже по пасхальному чину. И напоминает он нам очень важные события, и поэтому апостольское чтение, оно и говорит нам о том, что, конечно, дом очень важен, дом Господний, храм важен, храм Иерусалимский. Апостол Павел имел его в виду в этом послании, но говорит след за этим, но сколь важнее самого дома тот, кто его устроил. А устроивший все есть Бог. То есть отдавая должное храму, Иерусалимскому храму, нашему храму, мы в то же время помним, что не сам по себе храм драгоценен для нас, а драгоценен тем, что на нем высылаются молитвы, благодарения и прошения тому, кто все устроил, самому Господу. И вот судьба этого нашего храма как бы иллюстрирует вот эту непобедимость, неуничтожимость христианства. Вы знаете, что вот он был перенесен во второй половине XIX века, а в 1930 году храм был закрыт, стены все замазаны, устроили здесь сначала библиотеку, но это же ничего, благодаря этому и храм сохранился. А потом в библиотеке построили новое здание в 1972 году, перенесли уже все, что здесь было, а сюда поместили типографию Министерства культуры. Так вот, парадокс такой. Но, видимо, времена меняются, и спустя, после этого, примерно, 20 с лишним лет, вернулось вновь отношение христианства к вере, к Богу, то, которое и необходимо для всех народов. То есть, вот это 70-летнее пленение безбожной властью большевиков закончилось, и храмы стали возвращаться. И одним из таких же возвращаемых храмов был вот этот наш храм. Многие это прекрасно помнят. Так что, казалось бы, вот все никому не нужно, с этим, наверное, чувствами закрашивали все эти, так сказать, стенные росписи, а сейчас все это восстановилось, все это казалось не только нужно, а просто необходимым для жизни каждого человека. И вот я хотел вам напомнить про тексты тропаря сегодняшнего дня, сегодняшнего праздника, потому что, как правило, именно в тропаре праздника как бы сконцентрирована, сформулирована главная его сущность. И вот слова такие. «Якоже, вышняя твердя благолепия, и нижняя показалась и красоту, святого селения, слава твоя, Господи!» То есть, подобно тому, как в сферах небесных, не только физических, прекрасное голубое небо, но и в сферах духовных, вышняя твердя благолепия. То есть, прекрасная, радостная жизнь. Когда мы говорим, да придет царствие Твое, когда мы царствие небесное, говорим, то мы имеем в виду, как бы, образ прекрасного голубого неба и яркого солнца, это образ царства небесного. Господь – источник света, Господь – есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И как бы, вот по этому образу и нижнюю, то есть то, что на земле прославляет Господа, храмы, иконы, и нижнюю показалось и красоту, святого селения, славы твои, я, Господи! То есть, вот храм является именно этим отражением той славы, той любви, той благодати, которую Господь дает людям. Почему людям и важно собираться в церковь, вместе молиться. Домашняя молитва, конечно, тоже очень важна, но когда мы вместе, то мы понимаем, что каждый идет не в одиночку. И Христос основывает именно церковь, именно общину, не разрозненное, так сказать, диффузное такое облако сочувствующих, а именно тех людей, которые собираются в общину. И наш патриарх Кирилл все время об этом и напоминает, чтобы при каждой церкви был не просто приход, люди приходили, уходили, а была именно община. И далее тропарь говорит так, утвердите ее во век века. То есть, мы молимся о том, чтобы это место, эта традиция молиться в храме, украшать храм, как образ небесного благолепия, чтобы она была утверждена. И прими наше, чтобы в нем непрестанно приносимы тебе моления. То есть, чтобы наши молитвы в храме, они действительно были благодатными для нашего сердца, всех жизней и воскресенья. Так мы именуем Господом. И то Евангелие, которое читалось только сейчас, о уверении Петра, вернее, исповедании Петра, когда Господь задает им вопрос ученикам, за кого почитают мне люди, они дают очень высокую цену. За пророка, там, Илью, Иеремию, одного из пророков воскресших. А вы за кого почитаете? И Петр дает еще более высокое звание. Ты Христос, Сын Бога Живаго. И Господь на это говорит, что блажен ты, Симон, Сын Ионим, потому что не плоть и кровь, то есть не твое человеческое разумение, твое человеческое, так сказать, сообразительность и достоинство тебе открыли, а Отец Мой, Который на небесах. И это мы должны понимать каждую для себя тоже в полной мере, что те открытия духовные, которые в нашей жизни совершаются, происходят так или иначе, они нам даруются свыше. Но даруются тоже тогда, когда мы об этом просим. И тогда, когда мы повернулись к Богу спиной, и что-то неожиданное случается. Так тоже бывает, как с апостолом Павлом, но все-таки, как правило, когда мы просим, как часто у людей в жизни бывает, когда они еще только-только идут к Богу, они, Господи, вот если ты есть, вот сделай то-то и то-то. И, Господи, дай мне в тебе поверить, если ты есть. Вот так, наверное, лучше всего молиться. И действительно это совершается. Вот давайте об этом с вами помнить. И, конечно, сегодня день благодарности. Благодарность за то, что это место сохранилось, за то, что нам оно было даровано, по нашему вот желанию, потому что желание было сохранить общину отца Александра Мени после его убийства в 90-м году. И действительно уже в мае 91-го года, меньше полгода прошло, патриарх Алексей II благословил создание вот этой нашей общины при этом храме, решение Моссовета подписан Лужковым о передаче типографии помещения общине созданной. Так что вот это в этом году 25 лет этого решения, этого события. Так что четверть века мы живем в этом храме. И поэтому, конечно, важно беречь, хранить его, поддерживать, потому что все это дано нам в руки, как величайший дар. Будем за это благодарить Господа и хранить его своей молитвой, свою материальную поддержку, посещением, чтобы действительно это было радостным местом, где весть о воскресении приходит в наши сердца, в нашу жизнь. Аминь.